Рядом с домом лежат цветы и игрушка. О том, что здесь произошла трагедия, напоминает разве что пятно на асфальте. Его так и не убрали. Свидетелем произошедшего стала адвокат из палаты, расположенной на первом этаже. Это она увидела летящую москвитную сетку, а потом ребенка. Женщина, по словам коллег, после увиденного не смогла прийти в себя и не вышла на работу. В Рязанской области были случаи, когда из окон выпадали дети и они оставались живы. Но здесь твердое покрытие в виде асфальта не оставило малышу никаких шансов. Скорую вызвали прохожие. Они же позвонили в следственный комитет. По словам следователя-криминалиста Олега Харина, приехав на улицу Маяковского, они увидели карету скорой помощи. Спасти ребенка врачи не смогли. Картину произошедшего удалось восстановить со слов родственников. Ребенок находился в комнате с мамой, пока 87-летняя неходящая прабабушка ее не позвала. Мать отвлеклась на просьбу бабушки. Ребенок остался вне поля зрения. Обнаружив пропажу, вышла она в помещение кухни. В кухне увидела открытое окно и все. То есть отсутствие москитной сетки. Посмотрела вниз, обнаружив, что ребенок упал. Мать выбежала босиком, но уже, соответственно, шансов спастись ребенка было никаких. Мама воспитывала ребенка одна с отцом-уроженцем Украины. Она в разводе. Семья жила в съемной квартире. Собирались покупать свою. В данном случае устанавливается, при каких обстоятельствах он вообще выпал. Сам ли открыл окно, либо нет. Поскольку мать находится в крайне психотравмирующем состоянии. Поэтому конструктивную диалогу первоначально была недоступна. Следователи по факту случившегося проведут проверку. Кроме того, они обращаются к родителям и напоминают. Внимательность и соблюдение элементарных мер предосторожности позволят избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье ребенка.